Зима близко, сегодня в крае обещают мокрый снег. Дом сгорел полностью, неравнодушные барнаульцы просят помочь пострадавшей от пожара одинокой женщине. Сибирская ласточкина гнездо в Полковниково открыли отреставрированный дом Германа Титова. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня на Алтае может выпасть мокрый снег. Резкое ухудшение погоды прогнозируют в восточных и предгорных районах края. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов. Днем синоптики передают от 6 до 8 уже со знаком плюс. Ветер будет северо-западными местами с порывами до 15 метров. В краевой столице прогнозируют дождь с конца дня. Потепление в регионе стоит ожидать лишь к концу недели. Между тем, 80% домов Барнаула готовы к отопительному сезону. Об этом мэр краевой столицы Сергей Догин доложил в Рио губернатора Виктору Томенко, сообщает официальный сайт правительства региона. Если перевести в цифры, то акты получили 3837 многоквартирных домов с центральным отоплением. В целом, система ЖКХ полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения. Глава региона поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда столицы края к холодам. Напомним, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла в течение 5 дней, в дома начинают подавать отопление. Жительница села Лебяжья осталась без крыши над головой. У одинокой женщины накануне полностью сгорел дом, остался только фундамент. Неравнодушные пользователи паблика Барнаул-22 разместили информацию с просьбой помочь пострадавшей. Предположительно, пожар произошел из-за неисправной проводки. На момент ЧП женщина находилась на работе, все ее вещи, мебель и бытовая техника сгорели. Очевидцы сообщают, что пострадавшую зовут Любовь, она медсестра в онкологическом центре. На ваших экранах ее номер телефона, необходима теплая одежда 52-го размера, обувь 40-го, постельное белье и посуда. Телефон пострадавшей от пожара 8-913-223-50-00. Любовь Бирюкова. Компенсацию за моральный вред заплатит барнаульский кадетский корпус одному из своих воспитанников. Такое решение принял Ленинский районный суд Барнаула. Как сообщает официальный сайт прокуратуры, Алтайского края мальчик пострадал во время драки. Заступившись за одноклассника. В результате воспитание корпуса получил перелом позвонка, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Поскольку ЧП произошло в стенах кадетского корпуса, при этом дети были оставлены без присмотра педагогов, компенсация морального вреда будет взыскана с образовательного учреждения. Сумма компенсации не уточняется. В Полковниково открыли отреставрированный дом Германа Титова. Теперь каждый может посетить «Ласточкино гнездо». Так в семье называли место, в котором прошли детство и школьные годы первого космонавта Сибири. «Ласточкино гнездо» семья построила в 50-х годах прошлого века. Когда Титовы переехали в Москву, дом некоторое время сдавался в аренду. После сгорел и больше 20 лет стоял заброшенным. С недавнего времени он стал частью музея. Из краевого бюджета был выделен миллион на его реставрацию. Сотрудники музея постарались передать атмосферу 50-х, 60-х годов. В этих стенах сохранились вещи, которые принадлежали семье. Обеденный стол, патефон, детские вещи Титова. На открытие «Ласточкиного гнезда» приехал внук Германа Титова Андрей. В доме он ни разу не был, но представлял его именно таким. Основные воспоминания – это то, что дом действительно был очень маленький. Бабушка удивлялась, как они всей такой большой семьей жили в этом доме. И, конечно же, воспоминания были, так как они были здесь зимой, о том, что было очень холодно. Подробности смотрите в нашем вечернем выпуске. А пока продолжим. Сегодня столетие отмечает Государственная архивная служба России. Декрет о ее создании был принят Советом народных депутатов в 1918 году. В эти минуты в концертном зале «Сибирь» проходит торжественное мероприятие, посвященное юбилею. Участие в нем примут около 300 работников и ветеранов архивной отрасли региона. Им вручат федеральные и краевые награды. Добавим, что Алтайский государственный архив является одним из крупнейших в России. В нем хранятся документы, начиная с 1744 года. Знаменитые актеры Вера Алентова и Петр Красилов представят на Алтае постановку «Роковое наследство». Крупный бизнесмен умирает и вместе с наследством оставляет сыну крупные проблемы. Так начинается спектакль. Я получил наследство. Я хозяин этой квартиры. А также мадам Гебуал. В качестве жизни буду сыр. Постановка одновременно и веселая, и печальная. Вначале у зрителей создается впечатление, что это комедия. Плавно к финалу она превращается в трагедию. Первыми «Роковое наследство» смогут увидеть жители Наукограда. Встреча пройдет 24 сентября в ДК «Города». Уже на следующий день Вера Алентова, Петр Красилов и Дарья Поверенного выйдут на сцену театра музыкальной комедии в Барнауле. Начало спектакля ровно в 19 часов. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае прохладно и дождливо, в Камни-на-Аби, Рубцовске и Заринске до 7 тепла, до 8 в Белокурихе, в Барнауле дождь, северо-западный умеренный ветер и не выше 8. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин